Сегодня я расскажу, как быстро и просто собрать байдарки хатанга. Вы видите на экране две байдарки. Это хатанга двушка и хатанга трешка. Двушка у нас закрытая, трешка у нас открытая. Также двушки бывают тоже открытые, а трешки бывают наоборот закрытые. Для начала берем насос, открываем клапан. То есть сосок клапана должен торчать наружу. Когда он торчит наружу, соответственно, можно байдарку накачивать и можно в ней сплавляться. Когда сосок клапана вставлен внутрь, байдарка спускается. Мы выдвинули сосок и начинаем качать борта. У нас всего 4 баллона в бортах. Нужно немножечко подкачать борта, чтобы они распрямились. Так удобнее вставлять дно. Можно, конечно, их и не накачивать, но тогда дно будет сложнее подсунуть под борта. Сразу же мы определяемся, где у нас нос байдарки, а где у нас хвост байдарки. У хатанги тройки есть надпись. Вот это задняя часть байдарки, хвост. А у двушки, как вы видите, к сожалению, нет никаких надписей. Поэтому определяется это очень просто. На бортах есть крепление под сиденье. Где расстояние от этого крепления до задней ткани меньше, там, соответственно, зад. То есть вы спинку близко поставите к задней части. А там, где расстояние от крепления до верхней ткани цветной больше, туда вы, соответственно, садитесь. Там передняя часть. И у дна также есть веревочки. Сиденье можно пристегивать на эти веревочки, чтобы оно не ерзало вперед-надад по дну. Где одна веревочка, это передняя часть. То есть одна веревочка, это перед. Две веревочки, это зад. Вот я уже один баллон накачал. Как вы видите, накачивается все достаточно быстро. То есть буквально одна-две минуты, и у нас байдарка уже будет полностью надута. Далее. После того, как мы слегка подкачали борта, мы берем дно и вставляем его по всей длине. Чтобы дно у нас закрепилось к байдарке, мы вставляем в штевни. Штевни – это две вот эти металлические дуги. Они абсолютно одинаковые. И на двушке, и на трешке байдарках они одинаковые. И передний, и задний штевень тоже одинаковые. То есть перепутать это все нельзя. Можно взять любой штевень, алюминиевую вот эту палку, и вставить, соответственно, вперед или назад в байдарку. Там есть петелька, вы в нее вставляете этот штевень просто до упора. И обязательно попадете. То есть промахнуться невозможно. В любом случае, этот штевень встанет до упора в нос или в хвост байдарки. Затем мы берем надувное дно и надеваем на этот штевень. В дне, соответственно, есть тоже упор. Как только вы вставили дно в байдарку, у нас байдарка полностью собрана. То есть сборка байдарки – это буквально 1-2 минуты. И дальше надо просто ее накачать. Тут уже зависит от силы ваших ног или от силы ваших рук, смотря какой у вас насос. Если у вас два насоса, то быстрее это произойдет. Мы просто качаем байдарку. В среднем я байдарку собираю за 5 минут. Любой неподготовленный в первый раз турист байдарку соберет минут за 10. Открытые байдарки собирать проще, потому что дно просто вставляется сверху. В закрытую байдарку, соответственно, дно нужно сложить пополам и просунуть через эти отверстия. Это деки, закрытые деки. Дно просовывается через эти деки внутрь байдарки и также вставляется в штевни. После того, как мы вставили дно, мы накачиваем дно полностью до упора. Дно должно быть хорошо надуто. И после того, как дно надуто, мы уже докачиваем борта до звенящего звука, чтобы борта были накачаны хорошо. У нас в байдарке 4 отсека, соответственно, вообще никак невозможно пропороть все отсеки одновременно. То есть байдарка полностью безопасна. Вы не утонете ни при каких обстоятельствах, потому что у вас и дно надувное, и 4 отсека, и все это одновременно проколоть невозможно. Также байдарку перевернуть тоже нельзя, потому что, чтобы ее перевернуть, это надо в ней встать и попрыгать. А встать в надувной байдарке тоже проблематично. После того, как мы накачали и дно, и борта, мы берем сидение. И сидение пристегивается. Там есть быстрые защелки, фастексы. Эти фастексы в борта защелкиваются. То есть не надо ничего привязывать, просто взяли, вщелкнули, и у вас сидение готово. Если есть желание, это не обязательно, но желательно. Нужно также сидение пристегнуть к дну. То есть вот эти веревочки, которые вы видите на надувном дне. Одна веревочка – это передняя часть сидения, две веревочки – это задняя часть сидения. Это нужно для того, чтобы дно не ерзало вперед-назад. После того, как мы все это пристегнули, у нас сидение можно регулировать. То есть в зависимости от размеров человека, от его рост, от его габаритов, мы можем сидение двигать вперед-назад. То есть за счет вот этих веревочек и за счет боковых креплений на бортах, за счет фастексов. Как правило, просто вщелкивается, и все, и всем удобно. Все, байдарка готова. То есть сборка байдарки даже по видео занимает меньше 10 минут. Я вам все показываю, все рассказываю. Вживую это происходит еще быстрее. И в комплекте с байдаркой, соответственно, у нас идут весла. На двойную байдарку, на двухместную байдарку у нас будет два весла. На трехместную байдарку можно взять как два весла, так и три весла. Обычно берут два весла, потому что тот, кто сидит в середине, ему веслу не нужно, оно будет просто вмешаться. И в комплекте также идет либо один насос, либо два насоса, смотря сколько вам нужно, и ремкомплект. Ремкомплект это заплатки и клей. То есть если вы случайно наедете на корягу, на острый камень и пропорите байдарку, нужно просто выйти на берег, вытереть это место тряпочкой, чтобы оно было сухое, намазать клеем и прижать заплатку, подождать какое-то время. И клей сам приклеит заплатку, то есть там не нужно ни греть, ни прижимать, ничего. Клей очень хорошо и плотно заплатку приклеит к поврежденному месту. Соответственно, у вас в любом случае с собой хотя бы ножик есть, чтобы эту заплатку более-менее отрезать по размеру пореза. Все, байдарка готова, собрана. Соответственно, если вы хотите, чтобы эту байдарку мы запаковали в рюкзак, и было удобно ее везти, можно взять с собой еще рюкзак. Он тоже бесплатно выдается. Если вы едете на машине и лишние вещи вам не нужны, то рюкзак брать не обязательно. И также мы бесплатно выдаем каждой байдарке спас-жилеты. Спас-жилеты есть и детские, и взрослые, и любые размеры. Так что обращайтесь к нам в прокат, полностью у вас укомплектуем для сплава. А байдарка собирается очень легко и просто, и она полностью безопасна. То есть не упасть, не вывалиться из нее невозможно, если, конечно, не встать и не начать прыгать. А этого делать никто не будет. И немножко по технике безопасности. То есть, во-первых, байдарку обязательно на воду нужно спускать без вещей и без людей, то есть сначала вы поставили байдарку на воду, потом вы в нее положили вещи, после этого сели сами и поплыли. Также причалили к берегу, сначала вылезли сами, затем вынули все вещи из байдарки, и только после этого вы байдарку пустую, без вещей, без всего вынимаете на берег. У байдарки, как вы видите, на носу и на хвосте есть ручки для переноски, и по бокам идут веревки. За них тоже можно брать. И самое главное, когда вы байдарку вынесли на берег, чтобы и просушить, и просто, чтобы на ночь не оставлять ее на воде, ни в коем случае нельзя на нее садиться, на борта, потому что из земли может торчать какая-нибудь острая травинка, веточка или что-нибудь еще, и можно байдарку проколоть. Поэтому на земле байдарка просто лежит, желательно в перевернутом виде, чтобы в нее тоже грязь и пыль и листья не летели. То есть вынесли байдарку на берег, перевернули и оставили ее на ночь. Также после того, как вы закончили свое плавание, вы вытащили байдарку на берег, перевернули, из нее вода стекла, и все, можно ее привозить нам. Байдарки мы сами помоем, просушим. Главное, пожалуйста, постарайтесь не спачкать байдарку в глине, то есть не возюкайте ее по грязи, потому что за грязную байдарку мы берем дополнительную оплату за мойку байдарки. А если она будет просто мокрая, мы ее сами высушим, проблем нет никаких. Обращайтесь, пожалуйста, я вам все подробно рассказал.